всем привет меня зовут ксюша хоффман и добро пожаловать на подкаст тише здесь мы говорим о самом важном тихо и сегодняшний гость это невероятная даша каплан блогер звезда и певица судя по всему получается что так с нашего с тобой последнего интервью прошло сколько два года наверное много чего изменилось как ты вообще сейчас как я хорошо сейчас хорошо был пиздец как твой сейчас психоэмоциональное состояние но если по десятибалльной шкале то 9 из 10 о это очень круто это прям класс потому что если сравнивать как был было вообще ужасно давай начнем сначала раз мы тоже там знаешь сразу в суть пойдем расскажи что у вас за хуя с юлика произошла что это был за пиздец нахуй вы расписали что потом так это все что случилось если вот прям типа сам день я вообще ну теперь я ничего не догадывалась у нас была свадьба там сидела все круто класс все было хорошо да да все было ничего не предвещало беды и там в этом хотел сказать трахались потом ну ладно слишком лично ну типа все у вас было норм не у нас платон нет ну да да конечно да да и вроде ебались блять ну если ебались да значит все было хорошо да логично вот и короче какой-то раз мы все собирались мы часто снимали лофт какой-нибудь и там все сидели бухали и вот был очередной такой раз еще были караоке это тоже очень важно и в один момент время уже было часа три ночи мы что сидим пердим и типа а где юлик я говорю да не знаю ну типа где-то а потом оказалось что типа нету его и маша я в евро типа уверен дам своему уже все дела я говорю да я не знаю ну типа что делать но я же правильно понимаю что маша она была твоей подругой да она была в меня влюблена так хорошо он просто я почему-то все писали что вы прям лучшими подругами были что ты там ей вроде помогала как не мы были хорошими друзьями да и помогала там когда с квартирами была проблема деньгами там она приходила поддерживала ну да мы были друзья типа все в порядке так ну в общем ты поняла что их нет да их нет а я звоню юлику он сбрасывает это окей и там был максон и говорю типа вот скажи мне пожалуйста как человек страны я придумываю или это странно он такой это странно а потом они приходят я говорю а чё где вы были бы да мы покупали типа запить игр так мы же обычно индекс лавку вызываем типа ну вот там это это они еще наверно с пустыми руками пришли не с пакетом нормально с пакетом вот я короче пошла в туалет с ним сижу так говорю мне не показалось это странно типа чё за хуня это что мне думать он такой блин прости я не подумал вот это к ну ладно типа и на секунд десять молчание он такой я ее очень сильно люблю мы с ней целовались я такая что каждый раз охуеваю как первый раз да да типа я такая чего он такой я уже давно люблю машу вот типа нас не было потому что мы целовались и я такой типа открывай нахуй эту дверь и он такой нету сейчас будешь всем говорить я говорю да естественно чувак короче я помню у меня как все в тумане ну в пелене какую-то было я беру микрофон ребята пожалуйста соберите все очень важные новости таки чё 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 я говорю вот мой муж кстати любит маша мармарис они сейчас слизались я единственное что помню это лица у всех такие типа как оказалось потом его лучшие друзья все знали тебе никто ничего не сказал типа ее убрать за брата надо вот хранить там все эти что они же были вроде как ваши общие друзья да как оказалось больше приоритет был юлик чем я вот потом короче я сижу в ахуе меня успокаивают идет маша ко мне вот и там девочка которая не успокаивала говорит типа сейчас лучше тебе уйти нахуй ты вообще идешь она все равно идет мы думали ну наверное хочет извиниться она мне обнимает и говорит такая типа я ему говорила что он тебя любит но не слушал но мы вообще уже недели три переписываемся типа и ушла я просто как бля это просто был как будто короче это шутка как будто этого не ну это сюр какой получилось с тобой решила на юлика переключиться да так в этот день еще днем она говорит блин хочу сделать с тобой парные татуировки типа там все дела да ну вот у меня на телефоне видосы были где они с юликом снимали и не знаю это реально очень похоже на издевку типа поставить мне на рабочий стол в телефоне их совместную фотку может просто она хотела знаешь типа как-то сказать тебе об этом но не знала как поэтому попыталась сделать хоть что-то блять ну тупо ну и ирина ебаный в рот нет это ужасно вот потом я хочу домой все типа мы поехали с юликом домой я еще взяла обращальное кольцо выкинула его такая типа пока он его поднял не знаю где машина вот и короче мы поехали домой это уже была ночь ну у меня истерика я вообще ничего не понимаю он абсолютно спокойно такой типа я говорю ну наверно нужно поговорить но у нас разговора не получалось по что я плакала его это раздражало потом он уснул я не смогла уснуть типа да мне все писали может как что-то помочь я по итогу поехала к эвелин ушки я посидела под чуть-чуть потому что короче очень жуткая штука была типа не просто хочешь жизнь самоубийством покончить а у тебя мозг так такое типа это решение то есть как будто ты такой знаешь решаешь сложный пример и а у тебя получилось и вот здесь как будто то же самое такое это выход это реально выход я при на полном серьезе говорю давайте по что-то придумаем чтобы тебя не посадили там все дела в смысле не посадили не ну типа как-то меня убить чтобы его не посадили да типа такого объясни пожалуйста для тех кто не знает что такое тревожность звонок тревожный звоночек когда ты можешь позвать днем и ночью психотерапевту если какая-то критичная ситуация вот у меня была критичная ситуация что я хотел же самоубийством покончить она по итогу я позвонила на со мной поговорила сказала юлику типа не отходи от нее мне нужно было много пить сераквеля по итогу типа все меня три дня не было то есть я думала я спала типа ночь а меня три дня не было я спала три дня вот эти папа бочка от ну да то что она мне говорила пить большую дозировку просто чтобы спать и все вот я просыпаюсь такая просыпаюсь сначала по моему и люкси типа с таким лицом что случилось вот меня считают насильником я говорю почему ну там ситуация слизко было я про это не знала оказывается все думали что я про это знал совсем скоро новый год и я уверена что вы уже полным ходом размышляете что же подарить близким маме например можно новый телефон а папе например ароматный парфюм брату тогда машинку на радиоуправлении а подруги духи в общем я уверена что список у каждого свой но и о себе забывать не стоит поэтому я предлагаю оформить тинков платинум с вечным обслуживанием помимо этого вы получите еще очень много разных ништяков таких как кэшбэк до 30 процентов бонусами где один бонус это 1 рубль который вы можете потратить на компенсацию покупок например в ресторанах кафе барах фастфуде или при покупке жд билетов до 120 дней без процентов на погашение других кредитов переводы бесплатно до 50 тысяч рублей в месяц на карты любых банков ты даже можешь перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные самое крутое что тебе не придется томиться в ожидании ведь доставка осуществляется в день оформления предложение такое же вкусное как мамины салатики на новый год так что переходи по ссылке и успей оформить карту тинков платинум до 26 декабря и получить бесплатное обслуживание навсегда как какая твоя была первая реакция когда ты узнала обо всей этой истории мне было почему-то стыдно перед лизой вот мне прям хочется перед не извиниться лиза привет лиза привет да и самое что мерзкое что типа он мне рассказал в подробностях как это все было ну вот сама сам процесс такой типа но это нельзя назвать изнасилование как бы ну короче и там все больше больше штук начинают накидываться то что он тебе рассказал это действительно нельзя по твоему мнению назвать это изнасилование ну типа изнасилование как мне кажется это никогда типа в тебя кончили там или произошло три фрикции или там что нибудь такое ну я не хочу это описывать я думаю я бы не хотела да это типа грязь да да сто процентов я просто понимаешь хочу понять типа что может быть я не знаю для сослов юлькой то как он видит эту ситуацию то есть действительно для него может быть что там ничего такого нет он даже не понимает что это так окей и что произошло дальше блин я надолго запомнила когда лиза рассказывала что он говорил типа я всегда добиваюсь того чего хочу у меня тоже меня у меня же мурашки да да потом начала всплывать еще разные факты что он тоже кого-то пытался изнасиловать потом факты со стриптизершей еще что-то короче все превратилось в такую грязь просто пиздец а он еще на меня наехал что давай пожалуйста говоримся ты никому ничего никогда не будешь давать интервью я тоже да братишки ну всем привет с нейл кику вообще всем привет вот и короче это вообще мы бы нормально расстались если бы ты в интернете про это ничего не говорила я говорю да нихуя в смысле ты такого говна надела мне в интернете ничего говорить нельзя но ты же получается как только узнала ты почти сразу же по моему в телеграм-канал да я в телеге написала говорю типа вот он юлик мне изменил мы разводим все он такой напиши снизу что вообще-то я не ебался типа мы целовались это важно нет ну ты напиши пожалуйста еще подробностях пожалуйста что ну типа в каких там как это все ну так типа он вот я же тебе сразу сказал игры если сказал сразу не считается ну да ты знаешь как типа еда упала на 5 секунд правило да да если успела значит не падала ну и короче я приехала вся вот это шелупой не знаю как по-другому это назвать ну все думал интернете все видели на эту грязь а что за тема с лирикой получается хронология событий ты пишешь все свой телеграм-канал у тебя там просто буря эмоций честно я даже вообще не могу представить что ты чувствовал в эти дни потому что но это просто это 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 нахуй сюжет для фильма такой норочно не придумаешь но вот действительно юлик же в какой-то момент сорвался на тебя почему-то и он начал как раз говорить что ты там принимаешь лирику как это получилось защищался типа полив тебя грязью ну да ну то есть потому что в интернете стопроцентно его начали хуесосить я была этой мать терезой вот ну если типа утрирован как сказать он такой человек ему не то чтобы очень важно что о нем думают блин как бы это сформулировать он зависим от мнения короче вот пример в любых играх в настольных где угодно он не может принять поражение то есть он всегда должен быть первым ну вот я думаю это хороший пример типа да взять это все но он такой типа ты там постоянно что-то пиздишь в интернете успокойся ты заебала менеджеров тоже там они все мне угрожали все что-то типа ты ведешься неадекватно это ебанутая ребят у меня прл ебаный ворот вы чё не знали таки нет ты сначала пишет но потом ты злая потом нет короче вот были все эти разборки и потом была какая-то инфа что типа он куда-то ездил торчать но потом доказалась фейком я это серии постила грудь не ссоре это было фэйк типа я извиняюсь и он делает пост с лирикой хочу просто этот момент который типа меня очень сильно обидел но вот это про меня больше всего обидела этот пак с лирикой он знал что я потребляю типа иногда со мной торчал ну то есть это правда у тебя действительно были некие да 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 еще сделанный да и короче это было вот как раз промежуток времени когда я проснулась спустя трехдневного этого сна я тогда сушила голову и мне пришел этот пак то есть было буквально минут 15 но мы тогда еще не были в срачках но он сфоткал типа вот то есть то ли он это за подожди это произошло когда уже он тебе признался что он лизался с мармарис да 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 это вот когда я проснулась после трех дней то есть типа я собралась поехать в москву просто разведится и вот пока я сушила волосы на этот пак сфоткал сука специально же сфоткал верно я не знаю вот этот я прям так блять я помню я с психотерапевтом общалась говорю я очень переживаю я первое время от него скрывала она такая ну наверное все таки нужно сказать я говорю да я прям мы сели пожалуйста я понимаю если там будешь у меня как-то плохо ко мне относиться но вот так он к не мы справимся будет хорошо справились вода и потом всякие вот эти штуки блин я честно что хочу сказать у меня за жизнь были и абьюзеры и вообще типа супер жесткие чуваки но вот такого они вообще не творили ни разу вот прям такого никогда никто не творил но это я говорю реально это нарочно блять не придумаешь это сюр вообще этой ситуации вы уже официально развелись нет то есть формально ты еще замужняя формально да жду повестку когда мне принесут а он же уехал из страны и как это все будет вообще теперь происходить с учетом того что он уехал мы должны были развестись нормально мы пришли и нас не развели потому что типа я взяла его фамилию но не успела поменять паспорт как-то вот времени не было вот и мы пришли разводиться и она говорит тебе нужно поменять фамилию на свою фамилию и тебе нужно сначала поменять паспорт на его фамилию боже какой хер да вот и она говорит может быть это просто судьба не разводиться да конечно вот и потом проходит время мне приходит с деком документ он хочет раздеться но через суд а почему через суд не знаю мне вообще честно говоря через суд это удобнее потому что через три месяца или два вас автоматом разводят но документ был составлен как будто его за маша мармарис блять составляла типа я когда училась в этом господи айтишника первый курс нас учили госту как заполнять документы типа times new romans вот это понятно да вот а там грамматические ошибки типа промежутки там запятые текст где-то здесь не сошлись характерами там все дела это же по-моему выкладывал да 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 я сначала не выкладывал думал типа как будто короче мы спалили уже со временем такую штуку что он начал специально это все делать потому что ну буст реклама типа хайп и все дела и было уже много всяких штук которые он вкидывал просто специально просто чтобы охваты поднял да 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 пиздец как типа где он показал семь лямов такой эти хотелки а это правда кстати блять он на свадьбу эти деньги потратил уебище извините меня так это выписало реально залупа усатая блять я что за месяц такой у меня был где мне семь лямов там чё-то бы хороший был месяц я увидела думаю блять всем бы так жить честно говоря квартиру купил ну да реально семь миллионов это короче к сожалению пока что я не могу сказать что типа я ему благодарна потому что ну семейная жизнь была и было хорошо но пока что градус обиды настолько высокий что ну типа блять я только слышу вы меня тошнит нахуй если бы ты могла вернуться назад ты бы что-то изменила у тебя были мысли типа ну может простить там его да я первое время прям ну теперь я думала у нас было как-то когда мы встречались три года он меня тоже бросал вот он такой типа я тебя больше не люблю короче все дела пока я как справлялись да я тогда поехала к подруге потом вечером он вернулся потом что-то мы сидели я говорю пока меня не выгоняй я найду квартиру он такой окей что мы сели кино смотрели типа вот я на этой части дивана на той вот потом такой бля чё я делаю не я тебя люблю короче вот и такая чел биполярка ли как вообще он перепутал чувство ну я была очень сильно созависимый перепутал чувство свободы в плане что там не замуж сиди за компом я такая привет привет ну то есть я вообще не могу одного оставить чувство свободы с я тебя больше не люблю вот я не очень поняла что ты имеешь ввиду когда говоришь чувство свободы и тебя ну короче у нас было так первое время что я могла плакать и устраивать истерики то что я ложусь спать одна он хочет поиграть в комп ну мы же блять должны вместе ложится спать ну типа всякая такая хуйня это прям доходило до абсурда ну и вот его это видимо заебало короче потом все было норм как бы я думала что тут примерно та же самая ситуация наверное что-то перепутал что он не говорил типа да с машей это было типа какая-то вспышка я ее забанил так он же подошел к тебе в лофте сказал что он ее долго уже любит нет не долго любит что он типа в нем влюблен вот ну даже что ну влюблен но потом короче возможно он действительно долго в нее влюблен потому что от девочек очень много всяких штук всплывало у меня был день рождения еще года два назад и была ситуация когда маша вот строила истерику там из-за я все успокаивали и я начал успокаивать юлик и я думала типа думали не наверное ревнивая но это показалось всем странным он короче вот так с ней сидел прямо так лицом типа к лицу гладил ты хорошая ты молодец типа все дела я тоже сделал с ним в обнимку я помню сашка такая не смотрю все нормально я говорю ну да наверное он и успокаивает бля ну это странно и вот у лизы во влоге есть кусок где со свадьбы где батек его типа да 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 не общался с ней до того как он тебе сказал о том что вот они с машей ты видела этот отрезок из влога я просто не видела до этого тоже когда-то сели он уснул на диване и она тоже уснула с ним вот так и они держались за руку ну или как-то типа там что-то ручки гладили и ты вообще спокойно к этому все ну блин мы вроде такие мы всегда все обсуждаем мы на доверии типа когда к нему кто-то клеится он обычно реагирует типа ну там отшутится или еще что-то я помню мы с ним обсуждали говорю я знаю что такое ну флирт как бы такой поверхностные ради поднятия самооценки то есть если мне там кто-то сделать комплимент мне будет приятно окей но не больше то есть я не буду говорить блять отойди от меня это еще вообще что ли ну и он вроде как не давал повода для ревности я уже была такая вроде ментальная получше вот и мы такие что-то похихикали типа у маша напилась и хотели снять чтобы ему показать а был его ток телефон мы сняли на его телефон а потом проходит дня два и отка о блин тебе на телефоне блин прикинь маша уснула тебя гладила такой что я говорю ну блин там видос нет этого видоса он удалил да это кучка и что это странно и смешно ну так у тебя не было там я не знаю в голове типа чтобы блять какой-то нахуй тревожный звоночек происходит я когда начала вот потом активно после этого заниматься психотерапевтом и оказывается все это время просто была в розовых очках типа я очень много чего не замечала как оказывается что вот прям вот так было например что еще например на девичники меня девочки успокаивали я плакала потому что говорю я не хочу ребенка я считаю что мне еще рано а он считает что уже пора и он сказал такую фразу что типа если 30 годам детей не будет у нам нет смысла больше встречаться я говорю но мы же типа вместе потому что любим друг друга это логичное продолжение отношений и он говорит почаще ходить психотерапевту чтобы захотеть ребенка жесть это же это же есть название какое насилие репродуктивное насилие что-то такое то есть есть моральное вот когда вот так а есть когда этот я не вытащу сегодня не такого не было именно вот да такая штука ну я примерно такой ну блин и это меня не смутило был девичник на следующий день и это как блин девочки вообще не хочу но наверное надо не хочешь замуж не хочу рожать детей а не хочешь рожать детей все я очень много чего не замечала просто когда вот мы начинали встречаться самого начала я была точно кожи как вот маша мармри сейчас мне также было 19 лет мне нужно было спасать от мамы я была супер вообще жертва я с открытым ртом на него смотрел он был для меня ну типа бог принц вообще вот типа самое лучшее что есть на свете безусловно это декабрьская атмосфера у многих ассоциируется с волшебством ожиданием какого-то чуда и конечно же подарков помню я в детстве мечтала чтобы количество подарков с каждым годом увеличивалась как в гарри поттере сколько подарков 36 я сам почитал и я уверена что так хотела не только я конечно тогда это была всего лишь детская мечта но зато сейчас будучи взрослой я могу позволить себе целый адвент календарь где меня будут ждать конечно не 36 подарков а всего 10 но зато каких просто посмотрите тут только полноразмерные продукты а это вдвойне приятно потому что средств хватит надолго все они безумно крутые и мои фавориты это витаминный маск для лица и шеи с экстрактом прополиса и маслом ши и конечно же питательный крем для лица с экстрактом прополиса кстати говоря себе я взяла календарь для чувствительной кожи а подруги выбрала для комбинированной так что каждый сможет выбрать то что порадует себя любимую или близких так что если вы давно думали что подарить то адвент календарь от артен факт это отличный выбор тем более что у меня есть для вас промо код на скидку в 20 процентов ссылочку вы найдете внизу в описании сети еще очень обсуждали что у юлика знаешь такой синдром спасателя что ты просто повзрослела стало ему не интересно в том плане что тебя больше не от чего спасать да была последняя фраза когда мы последний раз виделись я переезжала и говорите вы блин нифига ты видел сколько у меня в телеграме подписчиков типа мы у постоянно у нас вровень шло я шутку гри типа вот я тебя перегнала он к даша я был есть и буду типа а ты просто появилась после меня это мужское эго такое ранее мэн момент типа короче и это я тоже такая ну да он право наверно типа и ты считала себя после него ну да ну типа ну да блять какой пиздец так короче вы ну условно говоря разъехались ты узнала что он уезжает в грузию жить не я увидела в пабликах вот эту фоточку типа с баулами и все я вообще не знала про это какая твоя первая реакция была когда ты увидела хорошей службы брат ну первая реакция что типа ты так топил за свою родину так почему ты убежал почему убежал я не поняла а он реально типа прям был таким провластным типа вот искренне считал да 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 блин наверное нет не буду пиздеть но всякие такие внутрикие шутки что-то еще то есть ну понятно короче он целом ему было ок окей типа в россии клёво там например да в россии клёво не знаю честно говоря как описать может быть он рофлил там или еще что-то ну этот долг родине отдавать не захотел он говорил что он содержал тебя все отношения но ты же снимала видео какие-то периодически стримила ты ничего не зарабатывал у меня все отношения первое время да я как раз тогда когда мы плюнула когда мы начали встречаться и меня уволили я говорю типа я найду работу он будет не парь все окей она начала ютубом заниматься и наверное первый год я ничего не получала да я полностью на его содержание было а так нет я зарабатывала но конечно же намного меньше чем сейчас потому что вот я чего поняла что я типа супер безответственно понятно что за квартиру платил он но деньги если чего у меня были там на какие-то штуки дрюки как он говорил у нас есть общий бюджет и твой то есть у меня было нормально там например на карте осталось 1100 200 я такая хочу куртку ветмо ну и куплю типа юлика же деньги все равно есть типа с голой жопы мы не останемся вот так но прям так чтобы полностью меня обеспечивать не при этом когда ты переехала от него после всей этой ситуации он платил за да насчет этого короче он говорил что кутипа я тебе сниму на первый месяц там квартиру все дела и груда да окей и мне тогда подписчики на знаете ли полмиллиона он такой типа ну я видел там за знатель может оплатишь грани них вы оплатишь ты типа я полезла в залупу и короче они что такие типа нужно доплатить за животных да хорошо а питер как получается типа можно доплатить за животных что можно с кем-то договориться типа если кто-то будет не против как залога больше оставить да он оплатил залог по моему залог и первый месяц или последний и все ну типа на этом все я говорю ты обещал это сделать ну ты отпустил эту ситуацию ну понятно что не могу сказать на сто процентов потому что ну это жесть это полная жесть я не могу это просто отпустить или как-то игнорировать потому что это шесть лет моей жизни ну мы с самого первого дня начали жить вместе то есть мы прям супер плотно поэтому многих очень раздражает что я там очень часто это упоминаю ну а по-другому не будет часть твоей жизни огромного куска мне кажется это невозможно так знаешь взять и забыть ну опыт пиздатый можно как знаешь как в конце беременно в 16 девочки рожайте девочки не расписывайтесь но для меня брак обесценился то есть ты не хочешь никогда больше выйти замуж ну не не так прям чтобы не хочу никогда а что я могу это даже по фану сделать вот он для меня типа обесценился то есть просто бумажка какая-то да я раньше думала что ну вот если тебе делать предложение это значит уже тот финиш любви то есть он уже точно это любовь крепкая сильная там типа все дела а нет ни хуя могла ты себе представить два года назад что вот так все обернет с учет того что все смотрели на вас юликом такие блять я верю в любовь только благодаря им и вот такая пизда просто произошла и даже да 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 до сих пор честно говоря странно что это со мной было возвращаясь к любви к себе а ты сама думала куда нибудь сваливать вообще все же блогеры сейчас разъехались кто куда он тиктокеры в америку кто в грузию вот из питера много ну а типа это как будто в пустоту чтобы что вот меня очень напугало интервью ильича я потерялся короче блин ты ты не понимаешь типа почему он уехал и нет я не понимаю какой дальнейший план когда если я уеду то есть как будто еду просто в никуда и это русская рулетка либо все будет как было либо все будет очень плохо а типа что лучше ну хотя бы с другой стороны я разделяю твое мнение это уже об этом задумывалась типа и чего делать там официанткой идти работать там то я буду на птичьих правах да еще и в чужой культуре в чужой стране с чужим менталитетом здесь я знаю если у меня заболел зуб я знаю куда ночь позвонить поехать что сделать там какие-то связи вот эта грибница вся короче а там ван редбул все что могу сказать у меня ван виски кола плит ну сейчас уже даже уже без виски еб твою мать старею но я знаю что ты перебралась в москву как вообще как с чего все началось ты просто решил поменять обстановку или не знаю это связано с работой почему такое решение почему именно москва ну я сюда ездил очень часто последнее время ну вот как рассталась получалось так что наверное эти погонял раз в неделю раз две недели потому что здесь в основном все ребята кто с кем я общалась они тоже сюда переехали спасибо будь здорово вот петербурге уже короче никого не осталось там ну типа нечего делать я очень часто езжу москву и вот мы начали общаться плотно с мази монтаной как переезжайте ну типа зачем я посмотрела я в месяц реально тратила на билеты на проживание на сумме на 1200 то есть ты просто туда-обратно и все вот я переехал буквально дня два в москве жил и как тебя ну вообще клево и типа так странно я такая выхожу погулять с борисом к а я в москве сейчас они в питере и первое что сегодня увидела это не свинцовое затянутое небо а солнце в москве последнее время конечно погода радует я надеюсь что весь декабрь это будешь потом знаешь блять не умереть вообще от депрессии как у тебя сейчас личной жизнью все хорошо но ты в интернете ходят слухи что ты встречаешься из пацанок из нового сезона виолетта не мы сестры кореша типа все хорошо в отношениях типа ты счастлива я счастлива мы счастливы тебе сложно далось решение вступить в новые отношения короче после этого пиздеца который ты пережила мне кажется просто что знаешь доверие это блять подрывается сука тебя так ранили и ты снова открываешь кому-то сердце у меня был получается этот блядский период что я как кукушка каждому типа мне при чем здесь кукушка подожди кукушка здесь не при чем да короче в голове первое время была установка что типа ну у нас же были очень хорошие отношения и вот так получилось то есть получается вообще никому доверять нельзя даже кто к тебе хорошо относится вот но потом я начала вот очень часто ходить психотерапевту и поэтому это все побыстрее прошло было несложно вступать в отношения а наоборот даже как-то немного легче с тем бэкграундом то что я понимаю что нужно все обсуждать как все может быть на что нужно обращать внимание типа уважать там границы все дела вот поэтому плюсов наверное больше но это опыт ну да опыт это всегда хорошо в любом случае который я не просила ну блять мы никогда не просим все говно которое с нами происходит объективно же каково чувствовать себя пусть не официально но по факту разведенный что ты посоветуешь девочкам вот которых я не знаю такая ситуация что вот у них развод наверное идти к психотерапевту ну типа помогать потому что морально это очень тяжело что тебе помогло помимо психотерапии подруги очень сильно вот я жила с ксюшей саше кат лиза мадрид огромное количество девочек ко мне приезжала постоянно и они прямо менялись я не могла даже в туалет одна пойти они постоянно были со мной пациент поддерживали все мое окружение ну вот которая девочек да получается я-то думала что ну мы как как там я у тебя на интервью говорила мам купи это магазин а питерская тусовка это семья блять вот добро пожаловать я думала что мы будем дальше все продолжать общаться может он типа все ел ел нет по итогу все резко кардинально изменилось и разделилось по какой причине ну блин потому что юлик есть был будет типа все ушли на его сторону ну да типа это в приоритете его друзья не мои что за тема была когда одна из твоих подруг на стриме сказала что ты сделала резекцию желудка это правда да когда ты успела там же вроде год назад а я просто что-то как-то и не скрывала и потом я думаю запишу видос когда полностью это пройдет реабилитация и что-то хуй забила расскажи про этот опыт во первых зачем для чего короче значит я уже поправилась до 120 или 110 где-то так я сделала обследование большое и мне врачи сказали что типа вот тебе рекомендовано вот сделать эту штуку желудком я такая пухой окей я причем это как они мне сказали буквально через три дня так у вас есть свободно да ты пухой запишусь я короче чувствовал уже вообще супер отчаяние потому что я дофига всего делаю там типа я вроде такая стараюсь да я себя люблю принимаю еще что-то только я вижу какие-то фотки сейчас со стороны это как бля чё за пиздец вес не может остановиться на определенные цифры будут расти и расти и россии он рос 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 я такая похуй типа а я очень боюсь капельниц уколов от этих всех операций я такая типа ну если даже есть варик что я умру на этом операционном столе похуй я заебалась вот по итогу я сделала это было сайл это были самые лучшие 300 тысяч куда я могла в лес вложить я больше не пью гормоны потому что мне нужно было пить у меня была проблема щитовидка стало нормально у меня было как оказывается варикоз его нет у меня начала нормально двигаться лимфа по организму плюс у меня еще что-то типа каких-то шумов где-то там что-то было короче я потом сделал еще раз обследование стало заебись витамины стали лучше усваиваться и вот да типа я похудела на сумму на килограмм 50-40 как вообще это происходило ты сдала анализы и тебе получается как отрезали часть желудка да да получается там отрезается часть желудка мне сказали что у меня желудок как вы 60-летней тетеньки рппшницу видно сразу типа он прям огромный был до отрезается часть он становится 100 миллилитров первое время из того что отек еще меньше ты первое время тебе нужно пить хотя бы воду хотя бы чашку воды с ложечки чайной потом через какое-то время через дней пять по моему тебе можно есть что-то типа детского питания пюре потом еще через неделю тебе можно попробовать есть мяты там овощи и мяты картофель короче потихоньку типа по чуть-почуть это так странно когда ну раньше могла пиццу за раз есть вообще окей а тогда просто делаешь кусок пиццы откусываешь и такой ох ебать я переела жестко очень жестко вот да блин это это круто очень классно а сколько длится период восстановления ну спокойно можешь начать питаться заниматься спортом уже через месяц то есть типа вообще без каких-либо аж аж вы какие-то остаются ну вот у меня вот здесь по два шрама и все это делается как-то называется когда через да ведь лак латерскопии что-то такое это когда надувают тебе вроде живот да наверно я спала я спала я не помню но это круто на самом деле ксюша также переживала я ей давайте тоже подарю эту операцию это ей подарила и она сама сделала и да да охренеть блин а что-нибудь еще ты собираешься делать типа вот грудь делала а чё еще да не вроде ничего все нормально пока все хорошо как ты вообще относишься к людям которые делают что-то со своим телом типа какие-то знаешь хирургические типа вмешательства но при этом такие блять все натуральное нихуя я такая типа вся вот такая родилась красивая ну это же тоже типа в башке что-то не может наверное как-то принять себя но принимает вот так и скорее всего на это делать не потому что она ну короче блин таких людей не хочется оскорблять и хуесосить потому что скорее всего у них они травмированы им морально тяжело и поэтому вот они так поступают вот мы потихонечку тогда получается переходим к теме принятия любви к себе ты считаешь что ты любишь себя звучит конечно как предъява но это вопрос нет почему что что как минимум я не могу так считать потому что типа я позволяла к себе такое отношение я прогибалась я много чего в себе отрицала короче любовь к себе это никогда как я раньше думала что ты можешь короткое платье надеть тебе норм значит и себя любишь мне нихуя типа пока я была в коротком платье я вот позволяла подобный пиздец который происходил то есть никакой любви к себе здесь нету забота так тем более но сейчас безусловно конечно намного сильнее намного больше но не прям так чтобы сто процентов что для тебя вообще любовь к себе означает но просто знаешь все блять говорят типа хотите быть счастливыми любите себя типа а что такое любить себя никто не говорит вот для тебя это что когда на первом месте ты твои интересы твои чувства вообще вот все на первом месте только ты если там кто-то делает что-то не так то что тебе не нравится в отношении в дружбе где угодно ты не прогибаешься под этого человека в первую очередь ставишь свои интересы расставляешь короче границы так же со внешним видом типа мне удобнее мне комфортней там не знаю хотите в юбке в джинсах чем угодно как угодно мне важнее мой интерес а потом уже каково другим я вот полтора года хожу на терапию и я ко мне пришла такая истина когда модно говорить inside что любовь к себе это в первую очередь забота да да это когда ты вовремя даешь себе покушать хорошей правильной еды которые будут полезны вовремя укладываешь себя спать тепло одеваешься знаешь типа вот с этого и начинается как раз таки какая-то любовь к себе значит вспомнила юлик же говорил как раз таки к семи миллионам вернемся он говорил что ты жил ну короче что он тебя содержал полностью вообще абсолютно первое время да да первое время это в плане что ты поняла ну чему научила тебя вообще эта ситуация помимо того что этот брак для тебя обесценился что нужно ставить свои интересы в первую очередь чем чужие и что надеяться нужно только на себя вообще во всем даже в отношениях ну в плане любви точно все обсуждать ну что мне кажется если бы мы ничего не обсуждали это случилось раньше да хуй знает ну типа честно мне очень тяжело да ну это вот доказательство того что я не отпустил эту ситуацию до конца мне тяжело короче что-то положительное из этого найти потому что я слишком сильно обижена то есть я сейчас вспомню только самое плохое хорошее я прям у меня мозг такой не 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 подожди мы тут не закончили хорошее было безусловно были чудесные отношения прекрасные ну типа я была счастлива я была влюблена нам было вместе хорошо мы там ездили в отпуска вообще все было круто ну класс я была счастлива просто так получилось дерьмо случается ну что ты грустно-то вздохнула типа знаешь я сначала когда это все началось я думала что это все ебучая постанова я везде это написал и говорю да ты ну типа не может быть знаешь вот насколько я говорю нарочно не придумаешь я когда смотрю на такие ситуации мне становится очень грустно потому что я думаю какие люди же бывают хуёвые но типа не я не хочу типа сейчас там поливать юлика как-то грязью говоришь что он какой-то там ужасный плохой человек я его особо не знала но просто ты смотришь на поступки и думаешь блять ну какого хуя ну как так еб твою мать меня прям это знаешь так да у меня первое время был такой диссонанс что типа одна часть человека который супер внимательный заботливый любящий там вот все эти дела и вот эта часть какая-то психопатическая который абсолютно похуй на все ну то есть я сижу плачу могут я не могу с тобой блять разговаривать что мне бесит что-то плачешь я такая вот я успокаиваюсь говорю тебя наверное это бесит потому что когда тебя ругала твоя мама она плакала там ля лянку ну да это пыталась вглубь смотреть наверное а он был супер поверхностно да нет просто он типа он каким был он таким и остался он-то не менялся просто я себе придумала одного чувака а по факту оказалось да а по факту оказалось по-другому он не менялся все эти шесть лет ну может как-то менялся но в плане он как был вот с такими параметрами в характере они остались просто где-то я их игнорировал любом случае хорошо что это закончилось еще до того как у вас появились дети я каждый день про это думаю я каждый день ты как господи слава богу я бы сейчас на нас сидела реально блять тяльку качала жалко не 16 могла бы еще это самое очень страшно если шанс заберемене до сих пор мне очень нравится что знаешь в этой передаче если раньше снимали говорили девочки типа не надо это очень сложно большая ответственность в россии таки рожайте дети это счастье дал бог зайку да я смотрю на это такой блять какой кринж пиздец ладно по поводу переезда с кем общаешься все же разъехались я общаюсь с мазь монтаны с они ениной с крызи мега хеллом с руслан не встала на сторону юлика нет вот кстати да насчет руслана он очень сильно поддержал был момент когда никита кузьма позвал нас на день рождения а может и расстались и он сделал канфу где не было меня и не было девочек всех потом появились девочки и он позвал меня через юлика и руслан он тоже позвал и мы тогда с русланом встретились вот с русланом с ареной дэдблон с gspd такая вот сливая тусовка и у меня очень подержал и типа если честно не хочу идти потому что это все будет странно и неловко типа и ну ни в коем случае он там юлику плохо не относился ничего но он меня прям пиздец как поддержал очень сильно и до сих пор ну типа и мы общаемся часто видимся все но руслан же все равно получается был ближе к юлику да 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 вы общаетесь до до сих пор с русланом да да мы типа в очень хороших отношениях так интересно вы получается знаешь так всегда интересно наблюдать какие люди остаются какие уходят иногда блять жизнь такие повороты нахуй выдает ты думаешь блять что как это вообще нахуй происходит но именно вот той тусовка которую мы тусили последний месяц там как бы никого ну только девочки и все так а н мастеров вот первое время еще вроде как общались денисом до лоренди но что-то тоже все на нет сошло ты записала трек да сегодня выйдет это вообще ребят все ссылки вы найдете внизу в описании как вообще тебе пришла эта идея вот мазима такая давай ибо нем я говорю да давай ибо нем я говорю ну я обычно вот какие песни я писал у меня вообще есть не выложенных восемь песен они все такие ля ля я очень грустная мне очень плохо ну и этот инсайт немножечко да 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 десенсайт 1000 минус 7 андка давай ибо нем рэп веселый короче вот и ну понятно что это все шутка все дела потому что какая-то часть людей такие начали оценивать с моей флоу читки с вокала типа насколько какие интересные панчи груди это просто типа фан это будешь на площадке короче просто да 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 буду заниматься ты не думала что ты можешь песни спровоцировать очередной скандал так уже что случилось он же возобновил судебное дело ты шутишь а какое вообще основание у этого судебного что он от тебя хочет добиться там же было вроде что-то типа клевета или то что я его там как-то оскорбила вот я игорь синяк лиска блять просто это как можно подать на жертву которую ты изнасиловал в суд чувак вообще блять там это дело развалилась потому что что-то было как-то неправильно составлено что такое и вот буквально недавно мне пишет юристкой такая а делать хуярит полным ходом вот сейчас началось там было написано что произошла встреча что они все там поправили и что дело опять начала работать и по-моему 21 декабря будет слушание в питере или москве и что ты собираешься явиться в суд вместе с юристом как это вообще будет происходить с учет то что юлик в грузии он конечно такой интересный вы быстренько свалил да 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 это тоже очень интересно но там полностью дело еще вроде как я не помню смотрели или нет но там 20 заверенных листов только телеграма то есть все мои посты все посты игры синяка все вот это заверил наверное какую-то компенсацию с меня взять у нас с игорем был план еще до этого когда должен был быть первый суд а мы что сидели гадали на таро выкроем в суд или нет таро сказали да и мы придумали такую штуку прийти в суд но устроить из этого целое шоу типа приехать на лимузине чтобы быстро расстелили коровка ковровую дорожку мы были вечерних платьях с охраной с собаками и сколько там штраф по моему примерно тысяч сто я бы эти сто тысяч разменяла монетами в банках ну типа ему бы кинула вот короче мы хотели целый перформанс сделать но суда не было ничего будет но если юлика то не будет за куда кому же эти рублевые сто тысяч а ну он скорее всего просто доверенности подписал и все но юрист тебя не обижает что вот место нормального какого-то разговора чтобы как-то по взрослому разойтись он делает вот блять такую херню тебе подают в суд на себя от любви до ненависти ты бы хотела с ним поговорить и все мирно нет нет ни о чем всем разговаривать первое время я пыталась не поговорить я говорю мы с тобой ни разу нормально разговаривали мы же можем просто все обсудить по закрыть какие-то темы они в интернете высираться на что он потом сказал что я его преследую что за брат не знаю нет мне нечего говорить ну типа абсолютно ничего говорить сказать слушать тоже нечего если ты встретишь вдруг юлика или марморис ты пройдешь мимо или что-нибудь скажешь или поздороваешь я скажу привет и все ну типа до этого я говорила юлик если вижу машу марморис я заливаю баллоном он смеялся очень зря мне кажется блять представила эту ситуацию за да блин типа он называл ее пробником человека они не пробником человека опробник женщины типа бля мужики странные мэн момент ну блин короче это что могу сказать вот вот так бывает жизнь огорчение главное блин чтобы у вас была какая-то соломка подстелена и в ментальном и в финансовом плане на дети всегда только на себя а то многие такие типа ну вот итоговая цель выйти замуж и все и детей родить типа состоялся в жизни нихуя но зато сейчас я живу намного интереснее я стала ответственной потому что раньше типа вот даже мы когда ездили куда-то в отпуск всегда документы были у него потому что я либо проебу я никогда сама билеты не покупала коммуналку не платила типетка у меня лапки и все дела вот а сейчас я прям такая ну вот я сама приехала в москву и как ощущение круто я чувствую я до этого себя чувствовала ментально постоянно лет 18 а сейчас уже на 20 ну чувствуешь себя деловой да да я чувствую ну типа что я за себя ответственна это прикольно это очень круто я тебя поздравляю с этим вообще у нас новый год то по факту скоро ты уже придумала где его отмечать думаю в таиланде серьезно а ты хочешь зимовать туда уехать или просто отметить и вернуться он может типа на неделе две три я спрашиваю всех гостей прошу точнее вспомнить какие-нибудь милые новогодние истории может быть из детства там например о долгожданном подарке или я не знаю какой-нибудь волшебной истории там знаешь что ты увидела блять деда мороза что-то такое просто обычно знаешь я спросила там у своего аудитории говорю расскажите свою милую историю все-таки ну я травилась крабовым салатом и дристал типа что-то такое типа или меня побили там в новый год были ну прям милую не знаю но я помню свои чувства когда меня первый раз мама отпустила на новый год не дома с ними отмечать а пойти типа к друзьям на вписку ебать вообще просто типа и вот это знаешь когда уже 12 стукнули ну ничего я можно уже пойду уже все вот это было так клево я помню шла по морозу и мы тусили в новый год как взрослые ну блин там была смешная история где я потеряла свою подругу вот выхожу она блюет и мне так стало смешно что она типа блюет на улице от этого пар идет вот там ну все идем тусить дальше но это не милая история но смешная вот я помню потом где-то в 6 утра я иду домой и типа на улице нет никого вот этот хрустит снег я такая я потусила как взрослая а милую историю с детства ну помню когда этот очень сильно хотела новый год в лет 12 чтобы он наступил скорее пыталась уснуть меня не получалось уснуть я вот так очень сильно-сильно жмала глаза чтобы уснуть на меня не получалось у себя в телеграм-канале писала что ты подумываешь пойти в шоу пацанки я знаю что ты ну во первых очень близко общаешься сейчас с девчонками непосредственно с нового сезона ты реально собираешься идти в пацанки ты нет ну типа блин как сказать я просто смотрю вот все стримы которые я смотрела я такая бля я точно такая же просто я у меня есть аудитория я выгляжу феминно типа того а так я точно так же травмирована типа все дела я такая бля можешь попробовать подать заявку но я в это не вкладывала что-то прямо это моя цель туда пойти там все что-то сделать мне просто хотела по фану подать заявку чтобы что потому что по факту им там оказывают психологическую помощь ты ходишь к психотерапевту типа ради хайпа я тоже думаю что вряд ли тебе это надо у тебя уже был тут такой хайп многие забывают что это шоу в первую очередь и что элементы шоу всегда сохраняются вот а по-моему знаешь почему было короче я гребен типа хочу хоть раз в жизни побывать на телевизоре хотя бы раз блин хочу хотя бы раз пойти на давай поженимся это было бы охуенно найти мне жениха хотела там подать заявку там уже нельзя то ли его закрыли или что-то такое вот все-таки пацанки о ебать точно можно стать пацанкой ты не боишься туда идти потому что понятное дело что там есть шоу но то что там ломают ноги типа бьют лица да ты выглядишь фемина но просто не знаю сколько мы с тобой знакомы лично ты у меня не производишь впечатление какой-то супер агрессивный неконтролируемой девчонки но я ездила к ним туда в дом это за последнее время прямо мои лучшие знакомства правда очень искренне хорошие девочки и намек на агрессии вообще не было до нее я не боюсь этого ну прикинь тебя возьмут и вот этот знаешь первый выпуск когда они там просто ну адски все пьют бьют всех ну типа ты во первых если тебя позовут ты пойдешь не знаю вот это уже спорная хуйня потому что я понимаю что да это не справедливо чье-то место занимать просто ради там фана но с другой стороны я думаю если меня вдруг даже позовут они сами все прекрасно понимают максимум на одну серию и будем посвятить и рейтинги сделать все но я скорее всего откажусь потому что ну да это реально несправедливо но там реально ты думаешь помогают да я говорю я же общалась с девочками и что они тебе рассказывали блин это было так клёво вообще на самом деле обычно последнее время знакомство происходит там с мидиме еще с кем-то а здесь просто девочки лера мне показала что она вяжет шарфики показал мне свой альбом они все такие искренние хорошие они просто очень сильно травмированные и вот меня в этом шоу наверное бесит что в основном выставляют их негативную сторону что там пиздится бухать какие неплохие как они любят своих матерей как они могут нахуй кого-то послать но такое тоже есть причинно-следственная связь они на самом деле такие нежные все они реально там читают книжки типа прям очень клёво ну и да у них происходит психотерапии вот эти все штуки что-то почувствовала что-то чувствовала точнее когда уехала оттуда мне было очень тепло и приятно но я прям говорю я хочу с вами продолжить общаться и ты совсем сейчас поддерживаешь общение ну с лерой аминой с пчелкой с виолеттой все по-моему да ну и с шестого сезона с крис который штрафом ты можешь назвать их прям своими подругами типа прям подругами нет мы мало знакомы но то что мне с ними комфортно мне нравится ними общаться и я прям ими прониклась они мной вот это да подруги пока рано еще как блять во взрослом возрасте заводить друзей да хуй знает не да у меня не было никогда с этим проблем ну типа как обычно у тебя происходит новые знакомства которые обычно перерастают в дружбу потому что вот мне например очень часто пишут что чем старше люди становятся тем сложнее им заводить какие-то дружеские отношения вот как ты вот заводишь новые отношения ну если где-то в какой-то компании много новых людей я просто с ними общаюсь как и там с тобой с друзьями еще с кем-то ну то есть мне нет такого что с новым человеком я закрываюсь с кем кого я знаю там я открыта и я со всеми типа одинаково ну что бы ты посоветовала людям которые испытывают так скажем сложности с общением она нужно разобраться почему сложности точно не насиловать себя там не пытаться привет а как же эй давайте блять выходить из зоны комфорта а зачем из нее выходить я не понимаю блять этой фразы нахуя выходить из зоны комфорта чтобы рост ну типа знаешь есть же понятие что там где страшно там и рост а почему нельзя в зоне комфорта расти чтобы твой комфорт был еще выше и я запуталась комфорт игра тебе классно клево вот я сижу на диване мне удобно типа я не хочу специально вставать на холодный пол и что делать не заебись на диване я буду лучше что-то придумывать с дивана с комфорта чтобы не было еще лучше если человек не может общаться у него там страх общения то он типа должен просто нет он должен именно без насилия разобраться в этом сходи психотерапевту пообщаться именно узнать причину а не бороться со следствием но у тебя проблемы в общении типа никогда не возникало то есть по даже после всей ты все все всего этого с доверием к людям как ты блять это сохраняешь что как то вот не знаю я так понимаю что у тебя же есть вот эта вера в лучшее что ли умение видеть лучше как ты вот это сохраняешь в себе ты нам тоже синдром спасателей то что я импат эмпат эмпат ты прям очень хорошо чувствуешь эмоции людей дэм она чувствует да да боже как она чувствует да не знаю да да ну мне кажется да мне всем хочется всегда помочь но это и синдром спасателя ты ходишь по треугольнику карта на это типа спасатель обычно все спасатели ходят по этому треугольнику жертва спасатель а то есть как каждый раз мои роли меняются да да ты просто с человеком всегда вступаешь в эти отношения вы просто поэтому треугольнику перемещаетесь может быть вполне возможно ты занимаешься сейчас активно с психотерапевтом что такое прл и в чем она у тебя проявляется да пограничное расстройство личности когда в течение дня у меня могут быть очень сильные перепады настроения от каких-то мелочей ну то есть там не знаю я расстроюсь сильно от того что я не знаю мне не до конца разогрелась еда настолько же сильно как если бы кто-то блять не знаю кого-то бы бросили не пытаясь обесценивать это чувство то есть вот прям вот так американские горки очень сильно не кидают из стороны в сторону как это сказывается на твоей жизни морально очень тяжело типа этого матовая это тяжко часто до порция взаимоотношения с другими людьми потому что когда вот я например в состоянии агрессии то есть ну это все это для меня любой конфликт это значит нужно победить типа оскорбить побольше там сказать говна задеть побольше а не решить ситуацию но сейчас уже не так сейчас уже вообще нет этих перепадов настроения раньше их было в день ну там штук шесть и ульта в конце это когда короче например ты такой в конце дня что ничего вроде не происходит а тебя так разъебывает такая грустная хочется плакать и вот психотерапевт объясняла что это причинно-следственная связь какие-то маленькие штуки меня взъебывают по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть а в конце дня типа вот ультуешь можно ли уйти в ремиссию или я не знаю излечить его время сюда можно уйти вот у меня вроде как сейчас вот что-то похожее на ремиссию а как это происходит то есть это но помимо терапии и медикаментозного получается лечение просто ходишь на терапию ешь таблетки и такая все вот у меня наступил нет какие-то мелочи типа например когда я не понимаю что чувствую у меня всегда есть табличка чувств которую я этот не выбираешь всегда есть табличка чувств короче где написано там к чему относится агрессия радость злость агрессия злость печали все дела вот я такая так 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 что из этого подходит а подходит вот это так я понимаю почему это чувствую у меня нет желания это заесть или запить или ещё что-то сделать. Ну, типа, всякие такие штуки. Короче, всё стараюсь анализировать. Там, вот, меня что-то сейчас разозлило, какая-то мелочь. А почему она меня разозлила? Почему так и так? Ну, и плюс какие-то старые штуки мы прорабатываем. Старое поведение уже организму становится ненужным. Вот плюс, да, таблетки. Я, получается, пью антидепрессанты и стабилизатор. То есть у меня нет этих перепадов настроения. Я в течение дня чувствую себя стабильно. Но свадьба-то нормально прошла? Я не помню. Ты напилась? Сильно? От счастья? Да. Сука. Ну, как ты это? Какие у тебя планы вообще в Москве? Ты вот переехала. Ты вот с Моззи, с девчонками сейчас. Чё хочешь? Жить. Чё делать? Ты уже составила себе список на 2023? Не, я никогда этого не делала. Ну, а чё хочешь-то? Да, не знаю. Жить, тусить, зарабатывать деньги, делать творчество, которое мне нравится и, в принципе, как-то карьерно расти. Ну, стоит ждать у тебя каких-нибудь крутых проектов? Вот буду делать музяку. Ты хочешь прямо сейчас основательно в музыку уходить? Не, прямо основательно уходить, просто как дополнительно. А на YouTube, например, что-нибудь? На YouTube я очень редко снимаю. Сейчас в основном я стримлю. Расскажи вообще про Twitch. Как ты? Ты же вроде на YouTube сначала видосики делала, а потом ушла на Twitch. Почему? Ещё когда мы были с Юликом, что-то на такой Twitch-то тема. Давайте все ебашь на Twitch. И мы все начали ебашь на Twitch. В чём разница? Расскажи прикол вообще Twitch-а. Просто я древняя, блядь, как я, не знаю, что. Ну, именно для стримов это очень удобная площадка. Там прям всё для этого сделано. Там прикольно. И ещё я что заметила, вот комьюнити Twitch-а и YouTube-а очень сильно отличаются. На YouTube как будто блогеры, которые там миллионники, они недосягаемы, что ли, что-то такое. А здесь, короче, очень легко заобщаться. Ну, то есть там, я не знаю... У людей нет звезды в Албу, типа, или что-то такое? Ну, короче, как-то неважно, что ли, сколько у тебя подписчиков там. Ну, вот я помню, мы как-то стримили, мы играли с Акулич, с ребятами в Among Us, с Хесусом, как бы я в нормальных отношениях. Что-то я стримила, у него была моя телега. И он такой, ё, ты там сделала чат только для подписчиков. Какая, бля, спасибо, типа. На YouTube как будто, ну, там, не знаю, чтобы общаться с... У меня первый акт в голову приходит Дима Куплинов. С ним бы я хотела общаться. Ну, Куплинов прям крутой. Да, я постоянно говорю, ты единственный человек, кому бы я могла просто ребёнку доверить. Нельзя так говорить. Ну, типа, не знаю, очень хороший человек. Как-то, короче, там всё комфортно. Отстойно, конечно, что банворды, нельзя ничего говорить. Разве на Twitch нет? Сейчас же, я не знаю, там, за слово ты, пидор, тебя забанят. Я прям... Они настолько... Вот насколько надрессировали стримеров, вот ты говоришь слово, я прям такая... Как будто очень жёсткий мат сказал, вот прям, блин, сейчас всё, камера остановится. В плане того, что цензура всё-таки, мне кажется, на Twitch пожёстче получила, чем на YouTube. Да, да, конечно, да. Не думала перепрыгнуть на Ютарчик? Или ты уже просто привыкла к этому? Вот как ты сказала, надрессировала себя на это. Да, да. Да и ребята тоже привыкли на Twitch, типа, им удобно. Не знаю, я слышала, что там что-то вроде как хотят закрыть. YouTube хотят закрыть? Twitch. Twitch? Да, Twitch хотят. А тут сколько, значит, будем работать? Закроют Twitch — пойдём на YouTube. Закроют YouTube — пойдём на Vast. Одна смешная история, связанная с треком какая-нибудь. Расскажи. Сегодня мы ехали в такси, и Vivaleta включила эту песню, и там есть строчка «Кончают за ночь чаще, чем за все шесть лет до этого». И водителю стало очень смешно. Он такой, блядь, вот это смешно, вот это реально смешно. Что ж, наверное, на этом тогда будем заканчивать. Я хочу тебе сказать спасибо большое, что ты сегодня ко мне пришла. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, поэтому не забывайте ставить свои большие пальчики вверх, конечно же, подписываться на мой канал, подписываться на социальные сети Даши. Все ссылочки вы найдёте внизу в описании. Ну, на этом всё. С вами была Ксюша Хоффман, Даша Каплан. Всем пока! Пока!